Крутое кинцо В 94 году свет увидела картина «Леон». Главный герой в исполнении жанра «Рено» стильно убивал людей за деньги. А в отрыве от рабочих будней ухаживал за своим цветком. Спал сидя и смотрел только хорошее. Когда наступаешь на люк, надо кусать большой палец три раза после этого. А зачем? Ну не знаю, есть такой почему-то уверен, что наступаешь на люк и приносишь неудачу. Также в фильме были замечены Гарри Олдман, который играет очередного психопата. И, конечно же, невольные ученицы «Леона», милейшие создания Матильда, исполненные Натали Портман. Которой до «Оскара» 16 лет, но все уже о нем догадываются. Когда фильм выстрелил, карьера Бессона полетела вверх, убивая всех на повал. Трогательная история по собственному сценарию, продуманные мелочи, эффектные перестрелки. А потом режиссер добавил еще один элемент. В районе двухтысячных, ближе к Новому году, каждый россиянин должен был пересмотреть три фильма. «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Пятый элемент». Я же вам говорил, само совершенство. Брюс Уиллис и будущая, но недолговечная жена Бессона Мила Йовович спасали мир от зла в прямом смысле. Там реально был сгусток зла, который приближался к земле. А еще там были Гарри Олдман, который играет очередного психопата. Инопланетные перестрелки и драки. Огромный бюджет в 70 миллионов для неголливудской картины. Фирменный юмор Бессона и крутые фишки. Руби! Извини, извини, извини. Что с ним, Корбен? А в конце фильма героев и всю планету спасала любовь. Все искали метафоры, а француз взял и снял. И не прогадал. А теперь режиссерский кинопробег. 99-й год. Жанна Дарк. Не провал, не успех. Фильм получает премии на фестивале, а также антипремию «Золотую малину за икру» Мила Йовович. После такого Бессон 6 лет только пишет сценарий и продюсирует. 2005-й год. Ангел А. Черно-белое кино для души. Не голливудская драма. Грубо, смешно, грустно, но по-доброму. 2006-й год. Артур и Минипуты. Добрый мультик для детей. Всем понравился, а вот два его продолжения понравились уже не всем. 2010-й год. Необычайные приключения Адель. Индиана Джонс в юбке и по-французски. Первый фильм с продюсированной нынешней женой Бессона, Вирджины Силой. Легкий, веселый, но не напрягающий. 2011-й год. Леди. Любовь на пони политики в стране Бирми, которая теперь Мьянма. Фильм в среднем по отзывам средний, как и ваша оценка по географии. Шутка. 2013-й год. Маловито. Семья мафиози пытается укрыться от прошлого в Нормандии, но у них плохо получается. Роберт Денира и Мишель Пфайфер стараются, но книга лучше. Да и дубляж тоже не очень. Фак! Успокойся, Джонс. О, милая, не могу. Прости, но только так можно выразить, какая вкусная у тебя паста. Она такая вкусная, что просто, знаешь, фак, как вкусно. Это комплимент. Я счастлива без факовых комплиментов. Из последнего. 2014-й год. Люси. Фильм с бюджетом в 100 миллионов долларов и уже успешно себя окупивший за первой неделе проката. Бессон снова на коне. Все детали его успеха на месте. Красотка в главной роли Скарлетт Йоханссон. Глобальная идея, что будет, если люди поумнеют. И фирменный почерк. Хлесткий юморок и бойкий экшен. Люди используют лишь 10% своего мозга. Только представьте, если бы нам были доступны все 100%. Кем мы могли бы стать? Проверить стиль маэстро вы можете уже в эти выходные или даже неделю назад. Это было крутое кинцо. Тренируйте мозги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok